так установил еще дополнительно как он там называется навигатор навигатор сейчас хочу проверить работает нет во всей этой сборке за одно в принципе наверное в режиме реального времени понять сколько времени уходит на загрузку всей этой сборке вот но грубо говоря так секундомер таймер блин начать таймер начать дави конечно же время потерял ну да ладно не таймер надо секундомер так прибавим где-то плюс-минус минуту так и быть но и заодно посмотрим сколько все это время грузится потому что загрузка стала долгой связи с понятия не имею связи с чем обычно разработчики постарались за окном у меня уже кстати метет вообще ужасно метет поэтому будет графика графика на зиму и да она кстати стало лучше естественное немножко уже проверил от фрости вот стало гораздо меньше как вот раньше насколько помнит их зеленых пятен вот появились какие-то там сугробики там что-то еще такое немножко как бы объемная но смотрится гораздо красивее опять же насколько это нормально допустим будет выглядеть в европе в европейских там где-то странно да это конечно такое себе удовольствие но тем не менее так и да кстати почему-то почему-то блин так 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 стоп на минуту 29 да хорошо добавим еще минуту в общем где-то 230 не знаю даже насколько это быстро ли коротко ли так сказать да нет на самом деле как-то довольно таки быстро хорошо давайте наверно сразу мы перейдем взглянем на карту с навигации я не знаю что запустили запускается все отлично так немножко немножко я не ставлю от жири вот этот фолл скрин там прочее прочее на любителя хотите ставьте хотите нет немного я в нескольких местах прокатился профиль новый новый потому что были у меня сомнения по поводу работоспособности в куче нескольких модов в частности на экономику и и дабы мод который вот как раз таки аддончиком для экономики является который добавляет или наоборот убирает некоторые переправа вот по-прежнему не могу рекомендовать сборку прохождение ивента и вентов наверно вообще в целом потому что встречается проблем к встречается заморочка так начнем начнем значит я сейчас нахожусь грузовичок мы в челябинске да как мы можем видеть у нас в сибири и давайте самого дальнего уголка собственно транссибирской магистрали да сейчас нет тундры потому как транссибирской магистрали у нас уже на сегодняшний день версии 14 она обновилась а соединение с тундрой пока не обновилась да и собственно как сама тундра так то на конечно если на 152 запускается но я думаю что это всего лишь изменения в манифесте вот алкарта алтая сюда же мы прикрепили 16 киров платную можете ставить бесплатную правда вам понадобится коннектор 1 4 полного и коннектор нужен будет с сибири от ссора рекомендую все будет замечательно работать с сибири вы можете видеть что у нас наконец-то появилась волга map это что я там всегда всегда упоминал до хотел бы видеть тюмень тобольской живу в тобольске вот западной сибири так сказать но вынужден согласиться с многими скажем так коллегами что русские просторы очень сильно устарели блин это древняя карта и все реально устарела появилось много новых карт которые я надеюсь что будут развиваться в частности так nn map кусочек у нас как м5 магистрали правда у меня по крайней мере да вот здесь немножко есть заморочки коннектор есть все работает единственно что когда вы скачиваете именно m5 да вот у обновленной версии у него нет коннектора раньше скажем так в самом начале еще в первой версии там был большой коннектор скачивать два файла и вот здесь тоже было как бы соединение именно м5 она начиналась правда здесь криво уходила ну так или иначе как бы тоже автор пишет что будет развивать карту не знаю когда это появится в будущем соединение может быть что-то другие какие-то изменения пройдут тем не менее что это такое все понятно таймер таймер не обращаем внимание и так новый город у нас шацк появился соответственно на немам вот такая вот карта да она соединяется паром на переправой пока у нас с кировым других здесь роспросторы даже на будущем ребят все ставить не буду пока пока наверное не найдется человек который вообще по сути переделать всю эту карту обновит но это мало вероятно и так волга map у нас появилась как всегда конечно есть тоже есть свои косячки неизвестно кто и когда и будет дальше заниматься тем не менее в сборочке на сегодняшний день она работает и это тоже уже набит новая карта там болван развитие ее предвидится улучшение продвижение расширение прочее прочее по словам автора ребят далее далее что мы видим казахстан про модов также про моды грузии вот у нас есть есть соединение у нас сочи это соединение правда тоже она немножко старые всего лишь изменен манифест не более того но она работает в сборках везде все это хорошо медоваясь мы тоже сюда включили соответственно рок-стендед рок-стендед не устану повторять даже если вы не любите про моды да не поставить по файликам когда будем разбирать обязательно скажу что можно играть без про модов все точно так же на рок-стендед советую почему это потому что заполнить заполнить вот это вот пустое пространство белоруссия у нас относится cross map у там все хорошо да но вот здесь скажем киев это все вот это будет можно включить карту масса сюда ребят но я пока не включаю поэтому потому что опять же 40 м дам она не идет мой взгляд пока она еще немножко сыровато вот в плане оптимизации и прочего ну и соответственно далее у нас тут пустоты такие но любители если хотите можете ее включать в сборку но не ставьте рок-стендед но не поставить рок-стендед не будет про модов в общем начнется били берда шведской острова тоже включил изменение ну тут уже промоц да вот это все пошло норчмат добавил вот покажу по файликам говорю все это можно исключить и у вас останется только-только как бы карта европы тогда у нас дефолтную польшу кстати тоже сюда включил переделанную очень много прям переделывает если так посмотреть вот можете все это исключить польшу рок-стендед про моды сборка будет работать и оставить скажем так вот большинство российских карта и дефолт вот эту всю европу что ж не будем томить вот еще раз покажу у нас подложка соответственно не съезжает под ложечка у нас уже проверены так и давайте давайте так я где собственно зима смотришь что вы поставил вот на зиму экономика экономика у меня стоит от купера вот как бы вот такая вот у нас зима ребят все в принципе отлично как обычно управляю я через free track вот в паре светится подсветка практически не видно здесь не за может настройки надо но сейчас мы об этом думать не будем я просто выставил навигатор и соответственно что и хотел проверить навигатор у нас работает на карте от нового навигатора все показывает все значки вот эти это замечательно это радует давайте перейдем теперь к нашим порядку установки к файлика начнем снизу вверх в табличке тоже выкладываю снизу вверх то есть чтобы вы не заморачивались вы просто прям кликайте одну за одним как по табличке идет и у вас все встает на свои места так карту казахстана про модов тоже можно вырезать смело порядок файликов у вас не изменится ребята ну и не рекомендую его менять вот почему поставил я потому что опять же расширяет да опять же у нас коннектор есть и все это у нас очень хорошо связывается и в принципе все это работоспособны начнем значит ассет с дэв дальше сибирь 291 если вы про моды ставите казахстан обязательно фиксик вот этот вот на соединение если не ставить это у вас просто вот сибирь и пошли дальше киров алтай два вот этих файлика по желанию но рекомендую без них даже замечал иногда при переходе скажем так на основной экран вылет на рабочий стол с ними все это пропало и все замечательно в любом случае это связано с карты потому что мы используем большую сборку вот значит фикс у нас идет на знаки и железнодорожное соединение транссибирской магистрали транссибирской магистрали ребята у нас версии 14 обновленная буквально 8 числа если мне память не изменяет и точно также коннектор с сибирью у нас тоже версии 14 честно говоря не пробовал тундру поставить почему потому что русмап у меня чего другой дальше все это увидите думаю могла бы сработать но тем не менее оставим пока так следом у нас идет южный регион и фикс на южный регион я его ребят тоже обновил потому что как бы он и появился новенький вот видите версии 20 у вас всех не знаю на сегодняшний день нам еще 10 если вы не следите за обновлениями именно всех фиксов карт модов и прочего версии 20 ссылочки естественно все оставлю как обычно в табличке искать он ничего не придется просто кликайте и скачивать волга волга map из группы вконтакте добро едет адаптирована она у нас и для вот видите вот для работоспособности необходим русмап 251 правда здесь никто не пишет какой от алдиматора со старыми иконками или с группы вконтакте с новыми иконками скажем так тем не менее работает дальше про моды все пошли как и прежде асс 3 2 1 medium и пакетч затем идет ты делся саппорт джорджия фикс и джорманник сверху плюс middle-west асс соответственно и деф повторюсь если вам не интересно про моды просто и исключаете и все и сборки порядок не изменится если вам неинтересно про моды то соответственно у вас не рекомендую ставить не иберию не за голку но рчма потому что иначе будут проблемки это все как бы скажем так отдоны к про модам используйте про мод ставьте все будет отлично и у вас немножко скажем так будет разнообразие расширенной территории новой дорожки какие-то новые места иберия иберии map fix the gold норч затем сюда франц польша 4 3 2 1 все как обычно селезия новая карта там тоже небольшое в польше как очень какой-то участок изменяет хотите ставьте хотите не ставьте их есть два файлика есть с польшей если вы используете как у меня в данном случае выглядит вот таким вот образом да ведь и больше пола 3 build и галочка стоит если у вас план 3 бит крестик значит вам не нужно будет вот это вот все четыре файлика от полный 3 build я же ставлю так как используя болгаре фокусе коннектор небольшой там прям кусочек там добавляет тоже дорожку по-моему изменяет следом пошли новенькие русские карты н-мап м-12 восток русмап русмап уже как вы можете заметить видите с какой иконочка это именно с группы вконтакте скачаны он тоже как и считается автором аниматор только вот работу ведут другие люди насколько я понимаю который более ответственно подходит к этому делаю и делает лучше просто далее там было в кусочек у нас и как раз таки м5 урал хайвэй вот я указывал что есть небольшие разрывы так вот в первых версиях насколько я знаю был было два файлика когда вы скачиваете там был коннектор вот этот он исправлял а сейчас только один и автор так как-то выразился что якобы вот этот второй коннектор он там пока вроде не собирается ближайшем будущем не собирается делать можно другие планы другом направлении развиваться еще что то что есть то есть в любом случае у нас дорожка есть мы можем спокойно проехать ставим значит м5 урал затем fix это уже сторонний по моему ребята придумали но обязательно надо это с руссмапом чтобы за коннектик c как раз этот кривой такой небольшой участке дороги и нн-мап коннектор чтобы мы могли с нижним новгородом связаться следом идет роек стендер снизу как себя то на трафик там турецкий по моему автобус еще что-то буду повторяться 4 3 2 1 проект стендер соответственно коннектор с южным регионом от роекса и так как мы используем про молодые польшу мидуэст и все мы ставим соответственно вот такой утро extended если вы не используете кстати можете оставить трое extended и не использовать про модов тогда у вас так 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 будет вот сюда поместите за место этого если с руссмапом будете использовать роек стендер бесплатный платный без разницы бесплатно просто 4 файлика в платном 5 файликов так давайте секундочку мы сейчас посмотрим я вам покажу обязательно какой коннектор нужно будет использовать если вы будете использовать рок стендер с руссмапом вот он ребят вот так вот он выглядит все это тоже скачивается на сайте роек стендер и если не используете про моды кавказ убираете это является как бы аддончиком на сегодняшний день там просто вся адаптация это изменение в файле манифеста циферкой чтобы она могла на 152 работает но тем не менее это конечно вызывает небольшой там косячок самом конце скажем так карта грузии но тем не менее зато есть соединение сочи проезд есть опять же шведские острова по желанию хотите ставьте хотите не ставьте так как я использую в сборке про молоды больше прочее прочее я ставлю universal fix потом флажки и знаки там что-то еще много-много чего меняет если вы не используете про моды да только оставляете там скажем свои русские карты не ставьте вот этот вот фиксик он вам будет не нужен и как можете видеть у меня еще много-много всего другого и принципе все это работает подложка у нас по-прежнему остается соответственно 301 для 1.50 тем не менее все работает все замечательно вот автор у нас фрейман 646 вы можете наблюдать что я как раз таки мод на реальную экономику поставил и от купера и вот это является аддончиком она убирает там за него некоторые переправы убирает для того чтобы как нужно больше очень кататься по дорогам именно они на переправах ну и вот таким вот образом я поставил зиму пробовал ее чуть ниже скажем так физику но не работает зима у нас хоть это вообще написано прочее но тем не менее ставим выше связки все работает и сейчас я проверял вот google навигатор мне нравится темненький он новые иконки как бы немножко разнообразие в отличие от ответил он есть светлый но любителя да есть темный почему ставлю чтобы опять же вдруг кому-то интересно вот вы можете проверить сборочке все замечательно работает без проблем все отлично есть еще вы за вы за замечательным такой тоже навигатор одно время мне нравился сейчас пока не проверял ребят брать не буду сейчас не проверял работает ли или не работает также можете наблюдать у меня вот есть мханда график графика отличнейшая но честно скажу во первых вот этот файлик это для мощных пока вот эту саму графику вы можете поставить скачать его интернете ссылки оставляет ребят на нее не буду потому что я сам не до конца разобрался то ли это какая-то паленая пиратская версия или еще что-то непонятно но но для 152 есть и для более ранних версий причем в открытом доступе без проблем скачивается самое что мне здесь обалденно понравилось это освещение освещение трафика свет фар самого грузовика блин я не знаю почему у меня на на маленький какой-то коротенький прям видосик сделаю как это выглядит и вы можете сами проверить и вы просто поймете разницу насколько прям колоссальная разница почему такого не могут сделать разработчики могут сделать люди как-то там со стороны дома на дело и я не понимаю у них может быть настолько заняты разработчики что им просто можно добавлять новые локации они как-то пытаться именно улучшить графическую составляющую прочь ну как-то так по поводу всего остального тоже требовательный очень очень требовательный мод к железу скажем так мои характеристики вы можете вы всегда увидеть в описании 60 fps всегда стабильный в городах по ночам по ночам немножко просадки я встречал как раз таки вот у него затрагивается италия германия конкретно еще что-то и вот в италии в италии почему-то в городах просадки но извините тут там действительно разрешение даже дорог и прочего 8 4к ну это классно это красиво но жрет ресурсов немерено попробуйте поставьте посмотрите проверьте я бы из всего этого вообще будут на всем закрыл а не на все skybox и skybox просто тоже изюминка вот вытащи все бы остальное убрал честно говоря оставил бы skybox и и оставил бы освещение пар трафика грузовика просто пушка и тогда может так ресурсы не жмала глупо клево у него если можете заметить кстати да релистик по согласен тоже нужно в любом другом случае я прибегаю к боли для себя проверенному моду это опять же от купера плен попользовался очень нравится классно сделано рекомендую что я могу сказать как то так ребята вы были на канале simhouse своими руками и это очередная такая сборочка игры с более такими русской русскими картами да и именно новыми новыми если кто-то вкратце если кто-то задастся вопросом почему же да дорос просторы конечно колоссально огромная карта но настолько устарела настолько все это в текстуры все это такое старое что просто глаза режет уже честное слово л л л л л Продолжение следует...